Вот я не понимаю тех людей, которые пьют водку, где попало и как попало. Это неразборчивые, жалкие люди. Ну, а вот когда к месту, это с удовольствием? С приличными людьми. О, и еще главное, в каком обществе, с князем? Вот, если бы, если бы, у нас сейчас был уже поздний вечер, мы сели бы, например, там, после концерта. Но бы тут же вы пили вторую. Да, сразу. Но это не тот случай. Занимательная... Это самое. Наркология. Нет, мы сейчас... Этот случай не описан. Мы сейчас покажем человечеству, что, понимаешь, вторую сразу и дурак выпьет. Да, да. А вот сдержать себя, это поступок. И не сделать это. Это поступок, да. Мы демонстрируем сейчас силу воли. Мы сейчас делаем то, что отец называет примедикацией. Да, это была примедикация. Примедикация. Да, да. Какое прекрасное слово. Я и не владел. А, это то самое состояние, когда, вот, если вдруг... Прием, я бы даже сказал. И ты знаешь, что ты можешь там напиться, это будет крайне неприятно и темно себе. Надо проложиться. Вот. Поэтому перед этим идет примедикация. Пропиваешь ты рюмку, хорошую рюмку водки. Да. И пошел. Я на самом деле, примедикация не проложиться. Ну, да. За полчаса, пока ты идешь, у тебя все это там устаивается. И тогда уже можно пить сколько угодно. Ну, нежелательно, конечно, но можно. Питаю слабость к плебейским вещам, понимаешь? Да, я тоже. Нет, это... Мне ворон всегда говорил, ты сиротской едой питаешься. Мы же здесь только все уготовим. Зачем тебе это надо? Шпроты, лук. Небольшая. Черный хлеб. Вот это все. Чесноком намазать. Лук – это здоровье. Помню, в 90-е годы, это прием типа кинотавра, не помню. Ну, пафосный. Мужики в бабочках. Бабы с открытыми спинами. Омары, усты. Хотя я знаю что. Подходит ко мне Сергей Александрович Соловьев. Молча. Вместо «Здравствуйте» он достает из кармана фрака своего банку бычков в томате. И вместо «Здравствуйте» говорит, вы знаешь, как определить, хорошие бычки или нет? Вот если булькает, не покупай. Должен быть такой один короткий гук. Вот послушай, гук. Я писаю, откройте, пожалуйста. И мы с ним сели. Как на нас смотрели, окружающие. Я представляю. На какой-то был тоже первого канала мероприятие. Битком. А, старые песни о главном презентовали первый самый. Или не первый. Нет, первый произошел удачно. И поэтому... Делали второй. На втором. Второй презентовали с пафосом. Была Арина Шарапова. Она ведущая. И Костя сам вел. Угу. Была куча народа. Мы прям битком. Мы маленькое помещение. Нас было очень много. И был Абдулов Александр Георгиевич. Он что-то так возвышается над всеми. Его очень видно. А я тогда был безудержной форме в этом смысле. И уже всегда был выпивший. И это как философия была целая. И мне очень это нравилось, что в нашей среде есть много людей, которые могут поддержать тебя в этом смысле. И будут рады предложениям. Я понимаю, что очень скучно. Особенно скучает Абдулов. Я так подхожу и так в фляжечку показываю, что если совсем скучно, а коньячок есть. Что ж ты молчишь. Что-то дай сюда. Ну, будете? Кто еще? Там двое подошли. Ну, давайте, что же вы сами себя задерживаете, как дети, ебогу. Вот это фраза любимая. Как дети, ебогу. Дети. Надо бы еще тарелочки подсалазать, чтобы не как свиньи. Так, ну что? Ну, я думаю, что все хорошо. Это не ушла пока вода, да? Ну, это мало воды здесь больше этого. Ничего, сейчас еще немножко. И я забрасываю морковь. Она чуть-чуть притомится. И лук. Лук. А уже после того. Рис замачиваете, да, тоже? Гонором помыть, замочить. Соленой водой. Ну, как положено. Батя, как тебе? Мы делаем практически одинаковое. Камеля напугал какими-то нововведениями. Ничего подобного. Все по академии совершенно. Ну, все вкусно. Первая, вторая, пятая. Все. Да, все как положено. Да. Андрей Владимирович, тут проблема вот еще. Вторая-то она вторая. Ну, мажорная она алиминорная. Вот. Мужчины, вы стоите здесь, чтобы лучше вставила первая рюмка или потому что вы боитесь в чем-то пропустить? Это имеет значение, кстати говоря. Это не просто озорник, еще и маньяк. Благодушное чеховское дачное настроение. Чеховское, да. Ну, да. Хочется неторопливых охотничьих рассказов. Да. Ну, да, причем он расскажет только начало какого-то своего нового рассказа, а потом скажет, а вот в следующий раз... А помните, господа, как летом, в 1911-го? Да. Отдыхали мы в Ялте. Не знаю, а мне вот это вот, когда я что-нибудь читаю оттуда... Снизу очень люблю. Из 19-го, 18-го. Любимые ваши эти... Мне это нравится очень. Снизу все. Я притаскиваюсь. Я сейчас должен был... Дело в том, что я сегодня выполняю женскую работу, да? Салаты нарезаю. В новом мире, который мы строим, не будет женской и мужской работы. Да. Все будут равны. Я просто так поставлю сюда, без всякой мысли. Да, просто, да. Не, не, это даже не... Ну, чтоб стояло. Ну, конечно. Никто даже и не собирался. А скажи про клип. Мы первые, то помните... Про клип расскажи. Помните, что-то анекдот про... Не для камеры будет сказано. Для камеры. Она говорит, доктор... Когда выходит из кабинета, говорит, доктор, поцелуйте меня, пожалуйста. Да вы что, с ума сошли? Что вы такое говорите? Клятва Гиппократа, врачебная этика. Ну, вообще, какие-то вещи есть. Я, ебать вас, не имел права. Надо уже морковку всю высыпать, потом она потомится, и сразу же лук. Это всегда чувство острой зависти вызывает клипы, которые не просто хорошо придуманы, а еще очень качественные и дорого снятые. Вот где нету ни малейшего повода у самого вонючего тролля сказать, что это мы знаем. Вот он себя в коридоре снимал. Это, то есть, круто во всех отношениях просто. У меня было полное ощущение, что какие-то фирменные люди делали. А это фирменные люди делали, да? Нет, они сегодня вечером приедут, мы тут будем подснимать такое домашнее видео. Использую таких профессионалов для дачной съемки. Наши ребята, я с ними делаю пятую работу. Находим общезык. Чем режиссер мне нравится, он ни разу меня не подвел. Если я говорю, что, зачем будет идти, и какие там должны быть люди, он делает великолепный кастинг людей и точно делает мою идею. Он ее воплощает точно, как я придумал. То есть, а бывало такое, что он что-то придумал, наоборот? Ну, он внутри предлагает. Это мы засыпали морковь. Мы засыпали морковь. Морковь немножко потомится, и сразу лук. Я тоже так еще не пробовал, пробовал, вру. С молодыми ребятами пробовал, просто отдал им на откуп песню. Они сделали симпатичную такую штуку, которая мне бы в голову не пришла, например. Таких ассоциаций не возникало вообще. Вот. Но тут просто, ну, не знаю, очень хорошо. Неприлично говорить про деньги, но, наверное, это очень дорого. Дорого? Обычно дорого. Не за шпак. Нет, там не то, что режиссер взял 15 тысяч долларов, а просто по производству дорого. Для одного плана, там, когда она в конце спускается по лестнице, да, надо было выехать, надо было выставиться, надо было найти место, да. Это все, это... Ну, да. Самое ценное, то, что снималось в таком Доме культуры, что если бы вы видели, как это вообще... Опять высказал, да? А я уже как будто к аудитории обращаюсь. А если бы мы все... Ага, хорошо. Если бы вы все видели, как, блин, это все выглядит, эти фрески советские на стенах, серые и мрачные стены, все это... И они умудрились вот так вот внутри это как-то поставить такие лампы правильные, и так это как-то сделать, что мы... Вот это мастерство, понимаешь? Не часто удается испытывать чувство гордости за то, что сделано у нас. Но когда есть причины его испытывать, это чувство очень мощное на самом деле. Это здорово, правда. Посестрица моя Наташка, которая, как ты знаешь, сальсой занимается всю жизнь, велела тебе отдельно и персонально кланяться за эту работу. Морковка засыпана. Ваша посудина. Это мне. Половиночку можно. Мы люди интеллигентные. Мы сюда, в общем, не нажраться приехали. Вам еще кино снимать. Я-то пьяный, счастливый, домой уеду, на водителя. Мне-то чего. Господа, одна из немногих вещей, которые человечество держит в тонусе, и вообще в состоянии более-менее приличного, это традиция. Человек, забывший традиции, перестает быть человеком. За вторую закладку. Да. Традиция – великая вещь. Чей-то я гневный текст прочитал. Буквально вчера уже забыл, чей. Просто имя очень неожиданно. А может, приписывают. Так бывает, знаешь, что когда просто придумали удачный текст, думаем, не раскрутим, давайте напишем «Жванецкий». Ну, конечно. Например, написано было, что вы там уже не знаете, что такое, протирать головку метафон спиртом, карандаши там точить, письма писать, ну, все такое. Куча там сказанного всего. Зажигать спички об стекло там, или об коленку, ну, и все такое. Ну, и все такое. Но самое страшное, что вы не пишете писем, вы… После нас, говорит, мы первое поколение, после которого не останется уже вот этих вот там фотографий, писем, рисунков каких-то там. Поздравляю, вы нас стерли. У поколения гаджетов вы умудрились нас стереть. Я осмелюсь возразить. Как раз после них останется невероятное количество, никому не нужной информации. Потому что, как ты понимаешь, из сети не стирается ничего. Имелись в виду мы. Имелись в виду вы. А мы? Да. От нас, ну, прости меня. Ну, и думаю, что мы тоже. Мы – это за нашей спиной 15-тысячная вековая история человечества, да? Да. Потому что все остальное разрушается. И бумага, и глиняные таблички, и фотографии трескаются, и кинопленка облезает. Конечно. Вот. Поэтому у Всевышнего, когда он увидит, с какой скоростью копится все это говнишне, будет единственный способ – выключить это все сразу. Понимаешь? Да. Ну, я скажу, что как раз с появлением цифры и гаджетов очень многие вещи документальные, а они сейчас оцифрованные, и только поэтому выжили. Потому что иначе оно бы все просто… Да, конечно. Да, это все верно. Так что во всем есть свое… Я не очень себя представляю. Конечно, нет. Человечество, как бы, оно не страдает от того, что информация становится больше… Оно копится и копится. Оно лежит и лежит. Тебе надо, ты залез там и взял, что тебе понадобилось, да? Но я все равно с трудом по-человечески представляю этот бесконечный процесс накопления. Нет, невозможно. Причем это никогда ты по большому счету не знаешь, что через 50 лет понадобится. Ну, я скажу, что если бы просто 100 лет назад, ну, окей, 100 лет назад, а 300 лет назад, 500 лет назад, если кому-то можно было показать интернет, то он бы сказал, что это и есть Господь Бог. Собственно, он сейчас встретился с Господом. То есть с высшим разумом, да. Ну, то есть это где-то в облаке находится… Именно в облаке. Именно в облаке, да. Находится некий разум, понимаешь? Вообще, это трудно до сих пор себе сюда… Потому что мы с тобой старые. Ну, наверное, да. Молодые это довольно легко воспринимают. Но при этом ты понимаешь, да, что если были цивилизации до Египта, до Шунеров, да, до Вавилона, а по всему, похоже, что были, ну, от них просто не осталось следов. Потому что пирамид они не строили, а все остальное разрушено временем. Когда это началось с человечеством, что они стали строить выше того, что нужно для выживания? Это было всегда… Это было всегда самых древних цивилизаций. Да, насколько могли, настолько и строили. Ну, наверное, насколько могли, да. Просто не могли. Строили бы, просто не могли. Ну, да. Вот я пришел к выводу, что все человечество настолько как-то более-менее равномерно развивается, а пример – все со стрелами, а у одной общины в Гаубице и четыре миномета, и двенадцать пулеметов. И что? Как всегда и было. Это весь мир их. Это и называется развитием цивилизации. Это называется технологией. Так всегда происходило. Конечно. Вот они всех со стрелами и перебили, естественно. Ну, да, да. А потом пришли ребята с самолетами и перебили эти. Ну, да. Закладка лука, господа. Третья закладка. Третья закладочка у нас. Закладка лука. Вот такая штука произошла. Закладка лука. Точно. Да, конечно, желтая и красная морковка. Они картинки добавляют цветов. Ну, да, да. Это красиво. А ты борешься с собой курящим, да? Ну, я когда не выпиваю, я и не курю. А не выпью, мне прям ужасно хочется одну другую. Вот эта мысль, вопрос, который меня занимал долгие годы. Вот добрые дела не связаны друг с другом. Человек сделал доброе дело, радостно утер пот и пошел в себя. Грехи связаны в цепочку. Интересная мысль. Один грех тянет с собой другое. Выпил, захотелось закурить. Закурил, захотелось добавить. Добавил, захотелось к бабам поехать. Понимаешь, да? Это удивительная такая штука. У беса как-то все ловчее устроено. Да, говорит, богатый человек не тот, который создал космический корабль и смог полететь в космос, а тот, который может вызвать туда институт. Добавил, захотелось. Ну, да. Ой, ну, за закладку лука. У меня есть здесь немножко. У тебя тоже, кстати, есть. Есть, да. Да. Вот только у Николая Петровича. А почему у меня нет? Батя. Так получилось. И расточительный, конечно. Мужик. Это я как-то старался. Вот так. Мне просто... Вот здесь важно, это не количество. Нет, нет. А вот кипелюшку освежить надо. Да. Прям кипелюшку. Прям кипелюшку. Соблюдение. Соблюдение канона, понимаешь? Ты понимаешь, вот я теперь переживаю, что... Как у той хозяйки. Зять пришел, новый зять. Она именно на даре кущей. Он вот столичка оставил. А на следующий раз ему наливает настолько меньше. А он опять столичка оставляет. А она опять... В результате он ходил голодный три дня. Меня тоже это ждет, поэтому... Ты, Деня, не волнуйся, осталась всего одна закладка. Рис. Да. Я не волнуйся. Честно говоря, меньше всех волнуюсь. Кстати говоря... Тем более ты еще ни разу не мешал никому. Честовали Слава Тихонова и его там роли. Естественно, не обошлись без «Сеназновения весны». Ну, конечно. И Есиф Давыдович пел одну вещество, а я, которую... Я там спел когда-то. Я прошу хоть не надолго. Песня о далекой родине. Веще Давыдович с этим мирился, конечно. Понимал, что, ну, влияние времени, молодежь перебивается. Придется принятие это. Да. Я понял, что ему это не очень приятно. Он мирился, честно. Ну, да. Ни слова не сказал. Эта тема мне ни разу. Хотя мы пару раз вот так вот пересекались в этих программах. Конечно, мы выйдем и спеть обе песни уже. Ну, вот. Одну, значит, пусть поэтому... Ну, вот. С этой новой аранжировкой все это, конечно, мракобесие. Ну, ладно. Вот. И вот Веще Давыдович с достоинством, как всегда, Отца Своя Небесное. Стоит в коридоре зельский зал, саундчек, сцена, зал. Слева так я обхожу зельский зал. И прямо близко к сцене стоит Веще Давыдович. С Пельшем они стоят вдвоем. Тут что-то рассказывает ему. Стоит ему прихожу я и говорит, здрасте, Веще Давыдович. Привет. Кстати, Веще Давыдович, Пельш говорит. Агутин-то поет песни не канонические. Так он словечко-то какое, понимаешь? Не канонические. И тут-то у Веще Давыдовича, у него смешанные чувства. С одной стороны, как бы он благодарен, что он это сказал. С другой стороны, ему неловко и так нельзя. Вроде как бы... И он так... Ну, что ты? Надо пой, пой, нормально. Нет, а он принципиально уже, помнишь, он однажды объявился, да? Слушай, я не хочу мешать. Он сделал несколько программ у себя в избирательном округе своем, там в деревнях, где я даже баллотировался, значит, там такие маленькие города, а как у нас бывает... Ее с Давыдович, да. Ну, да. А страна такая смешная в этом смысле. Какой-то городишко маленький, стадион огромный просто там. Я не знаю, какая команда должна вообще там тренироваться, и что там должно происходить. Роллингстон. Ну, да, да. И огромный круговой сетей, он набивается людей. И мы там вот таких три города объездили. Летали на самолете на чартере, туда, обратно, там ездили на автобусах. Много артистов выступают с ним вместе. И мы прилетаем на своем самолете, ну, в смысле для артистов, выходим, идем по взлетной полосе, и метров за, ну, пятьдесят. И с Давыдович идет, даже он не видит, в принципе. Он идет там еще с двумя какими-то там охранниками, с кем-то или с местным организатором. Они идут там к своей машине. Я иду параллельно, но я, ну, что я, ломанусь сейчас пятьдесят метров, побегу, и с дождем, здравствуй, ну, что лебезить. Ну, как-то неловко, да. Ну, я увидел там издали, идет, идет, все. Я там в автобус с ребятами, и мы там поехали. Хорошо, мы отработали. Прошли два года после этого. На Юрмале, на Новой Волне. Банкет, окончание, значит, там, какого-то концерта финального. И мы с батей решили поздороваться там. Велико Давыдович, как дела, все. Он говорит, Коля, хреново ты сына воспитал. Что такое, батя сразу говорит? Так, сынок, что ты там натворил? Он говорит, хреново, он просто не здоровается, не подходит. Идет, как будто он меня не знает. Но в конце концерта, есть какие-то вещи, можно же подойти, хоть поздороваться. Это важно, что прошло двенадцать лет. Да, да, да. Мне пришлось перед ним, ну, как я ездил. Ну, я, насколько знаю, я говорю, с интеллектом у него все в порядке. Я говорю, вот, воспитывал он прекрасно. Интеллект тут ни при чем. Хреновое воспитание, понимаешь? Интеллект вообще ни при чем. Нет, это я ему говорю. Просто сын тебя хамло, понимаешь? Интеллект-то у него, может быть, и есть. Дело такое, знаешь, трудно его очень. А вот воспитания не хватило. Ну что, у нас тут... Самое время, а то мясо уже начинает приставать, уже начинает. Все, специи закинуть, закинули. Мясо начинает... Так, чеснок. Не-не-не-не-не. Чеснок потом, ты что? Точно. Сначала вот это, потом углубляем туда чеснок. Ребят, ну не пора ли нам в рисок-то закидывать? Я знаю, господи. А вы чеснок в зирвак кладете, и я в рис его кладу. А вы в рис засыпаете? А, правильно. А потом только я его в... Специя, рис. Нет, нормально. Сейчас, секунду. Еще чуть-чуть сюда, вот это чуть-чуть. Этим не испортишь, это нормально. Это нет, это не испортишь. А теперь сверху вот это рисы. На рису. Так, давай. Так, давай, это что? Засыпаем! Засыпает сенье зурваган! О-о-о! Много риса. А теперь эту рису оттуда, ручкой, всю... Вот, вот, вот! Да последний рис. Получился. Да последний. Так, периодически. Разравниваем. Это сейчас я уже дальше сделаю. Раз. А соль добавляете потом? Или вот этой соли хватает, которая в рисе? Обязательно добавляю. Хорошо. По чуть-чуть. Да. Не спеши. Давай. Хорошо. Еще чуть-чуть. Все, выливай все. Это мало. Ну вот. О, все. Вот-то переча. Остатки специй и чеснок. Хватит уже. Да. Вот-то переча. Все. Мочи нет, хочу чеснок быстрее заложить. Давай-давай, чеснок засовывай. Ты чего стоишь-то? Забыл? Вот так, Леня. Ты что ж ты делаешь? Смотри, я тебе показываю первое. Так нет. Я... Вот сделай. Все понятно. Я просто хотел этой штукой его... Нет, этой штукой не надо работать. Здесь, например, нету ничего. Нету тогда штукой. Ну вот, ну, я так и себе. И равномерно его по всей. Ну, естественно. Ну, естественно. Какое слово-то было хорошее? Префекция? По всей префекции. На, 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 сынок. На, делай. Яс. А тебе еще. Спасибо, батя. Может, еще есть? Да, вот, вот, вот. Главное, вот. Съемочной группе, которая приедет, это сразу не показывать. Значит, это будет первая твоя клиповая неудача. Да, да, первая. Слушай, абсолютно идентичная работа. Никаких творческих расхождений. Вот ни на йоту. Да ладно, поддайтесь ему немножко. Нет. Слушайте, а вот это я не знал. Нет, нет, все совпало совершенно. Ну, тогда молчу. Да, а ромашками такими не выкладываешь вокруг? Ромашками такими? Да, ромашками нет, не выкладываешь. Вот ты теперь заметил, что это классика. И чтобы было вкусно, вот, надо тут... Мужчина, ну, хочу вас расстроить. Три часа прокорпетить. Ну, очередная закладка произошла. Произошла. А, ну, да. Тут не будем рушить. Не я это, заметьте, не я это первый. Нет, 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 нет. Это больше, чем... Вон, соль, ты видишь, что я... Посмотри, погребенщиков. Та-ра-та-та-та-та-та-ра. А эти молодежи, это с наркотиками все. Под четвертую закладку мне хотелось бы получить или отказ, или принять приглашение. У меня в октябре должно состояться все-таки 85-летие, и у меня будет большой галоконцерт. Я почти за честь присутствовать. Все. Я упал, поцеловал эту землю, она мне дорога. За это выпьем? Разрази меня гром. Никогда бы не подумал, что 85. А вот как вы думаете, а если бы мы были инициаторами почтить память и предложить народу поставить внушительный памятник человеку, который спас огромное поколение людей, изобретая вот этот напиток? А, здесь есть проблема. Да. Напиток этот был изобретен народом на протяжении столетий. Это все приписывается Менделееву совершенно напрасно. Менделеев, это все цифры, да. Он занимался особенностями растворения спирта в воде, абсолютно безотносительно к водке. Конечно. Мало того, я вам могу сказать, что... Безотносительно вообще к кулинарии, вообще к какому-то... Совершенно. Это была чисто химическая работа. А вот этот наш 40-градусный эталон, да, на протяжении столетий пили водку крепостью 38 градусов. 38-38,5. Это был полугар. Сейчас в Германии продается в основном. Это был полугар, определяли крепость, чтобы сгорала половина, когда поджигали кипятки. Когда началась советская власть, и всему потребовался учет, они поняли, что страшно неудобно считать эти 38,5 процентов. Они просто довели до 40, и все. Для удобности арифметики. Я первый раз это слышал, обалдеть. Это истинная правда. Обалдеть. Я первый раз это слышал. Ну, эти арифметика, она же... Сколько людей спасла? Германии, я пробовал несколько раз водку 38 градусов, гадость страшная. Самогон хороший, а это и был раньше самогон. 38,5, это очень хорошо. Водка смешанная с водой 38 градусов, это ужасно. Не очень вкусно, да. Украинская водка президент какая-то там такая была дурацкая. И еще в Германии продается водка много. Именно вот такая, не 40, чуть поменьше. 38, да? Да, это ерунда. Это ужасно. Ну, вот она не... Лучше пусть будет 50. А с другой стороны нет. А для меня вот 45 уже начинается сухость. Да, да, да. Согласен. Нет, можно и спирта выпить. Но зачем же мучиться-то, понимаешь? Так вот именно. Должно быть приятно. Но я вам скажу, что я за последнее время так пристрастился к тандыру. Собираюсь, пока лето еще не кончилось, снять просто... Потому что просили очень многие такой мастер-класс по тому, как им пользоваться. Купить его я в интернете набрал, позвонил мне, его через два часа привезли домой. А вот дальше я испортил несколько мяс, птиц, потому что никак не мог понять, до какой степени его надо греть. А то сейчас с закрытыми глазами. И самое невероятное, что вот такая вот баранья корейка, понимаешь, которая у тебя будет... Даже на мангале делаться минут 20, там будет делаться 10. А цыпленок будет делаться 8 минут. И он превращается в бисквитное пирожное. Это что-то нечеловеческое. Это так вкусно и красиво, что... Надо будет как-нибудь ко мне заехать в деревню. Я знаю, что ты не любишь выбираться из своей. Я знаю. Знаю, не любишь. Андрюш Вадимович, спятил, что ли? Да я с огромным приудовольствием. Правда? Да, конечно. О чем речь? Я мечтаю об этих наших редких, редчайших вообще посиделках. Я забыть не могу ни мяса, Сергей Тин, ничего. Каждый раз то, что там это таинство, которое происходит в этом доме, я... Я помню каждый из двух раз. Вот. Что-нибудь к концу той недели и придумаем. Вернусь из Астрахани. Может, рыбы, кстати, привезу достойной. Знаешь, подстреленный дикий волжский сазан? Это совсем не это, разводная. Но если я обещаю, что потом спустимся в Бериалдную... Спустимся. Правда, вот у меня есть один минус. Я тебе о нем рассказывал. Да, я знаю его. Я выпив, начинаю играть гораздо хуже. Я так-то играю не очень. А выпив, начинаю играть сильно хуже. Но все остальное это не распространяется, понимаешь? На сцене я могу прекрасно работать там, значит. А в бильярде пропадает точность. А некоторые, наоборот, без пары рюмочек играть не могут. Коньячку налили, особенно старые всякие дедушки катающие, пары рюмочек. И, блин, он кладет просто как машина. А вот, рядом экземпляр. И он это делает после коньяка великолепно. Неприятно. Но это он пока еще молодой. Мне коньяк пить перестал. Ну да. Да? Вот, смотри-ка, я тоже в твоем возрасте перестал пить коньяк. Вообще. Да, вообще. Вискарь пью. Вискарь тоже пью, да. Водка, вискарь, да. Коньяк не совсем. Не могу. Напивался все, не могу больше. Да, да. Водка у каждого человека внутри есть какая-то отдельная емкость. Вот она как заполнилась, ты перестаешь его пить. Гениально. Правда? Ну так и есть. Кстати говоря, интересная мысль, да. Абсолютно. Так она и есть. Вот эта мысль переполнена, емкость переполнена, все. Боже, как хорошо, а. Как хорошо-то, Маша. Я не Маша. Все равно хорошо. Маша, Маша. Да, Маша. Так, по-моему. По-моему. И по-моему. По-моему, ребята. Ну, не по-твоему. Или по-твоему. Вот эта штука. Скажи, и по-моему. Эта штука дошла. Верно? Еще чуть-чуть надо, да? А, придавить, ну да. Сейчас, сейчас, будет нормально. Это вот Сашка Абдулов тоже. Он все время тарелку клал сверху, а сверху еще полотенце, чтобы пар не выходил. Да, да. А я вот эту штуку, чтобы он не выходил. И он сейчас там разопреет. Разопреет, сволочь. Проверено, проверено. Проверено электроникой. А, тот самый смак. Давайте так, да. Самый смак, да. Давайте на таком уровне общаться. Наверное, можно и так. Ребята, за закладку деревяшки мы пить не будем. Нет. Мы подождем пол. Да. Тем более, что ждать осталось. Всего-то ничего. Ну что, у нас почти... Думаю, дошел. Да. Вот мне сердце мое вещу. А кто это у нас тут накладывает? А кто это у нас тут накладывает? Это я. Давайте начнем. А что? Я готов помогать. Разблюдовочка, поэтому... Так, блюдо. Леганчик небольшой. Да. Ну, я думаю, что уже. Мы сейчас глянем и все поймем. Может, сменим тарелочки на большие? Знаешь чего? Ну? Давай не будем это вот... Вот это... Шоковать. Ну? Мы же люди простые. Ну, мне кажется, что все в порядке. Все в порядке. Я отачал. Надо только аккуратненько снять. Нет. Так, ты грохнешь. Нет, никогда. Упадет. Ни за что. Окей. Можно я? Да. О, там-то внутри, ребят. Ну, да. Там уже бушуют океаны. Понимаете? С простей. Ах! Я считаю, что это можно оставить доходить. Правильно? Да. Ну, из того смысла доходняк. Какая прелесть! Вот странно, да? Обидно, что у человека емкости для удовольствия очень небольшие. Это всего касается. Еды, выпивания, половой жизни. Все как там тюк и все. Вот такого плова хочется съесть телегу. Ну, хотя бы полный казан, да? Этого было бы недостаточно. Ну, в смысле, если бы у нас емкости во всем было бы больше, мы бы себя не прокормили и, по вашей теории, не протрахали бы еще. СМЕХ СМЕХ Вы же, наверное, сказал, по вашей, потому что оно внутри предложения звучало хорошо. Ребята, это божество. Предполагалось сегодня, конечно, пловом закусить, но в такой степени совершенного качества нет. Нет. Ну, правда же, но, батя, как всегда. Да? Да. Обычно, когда мы здесь заседаем, батя это делает, раздаются. Да. Поэтому я предлагаю мне, по Сашкову, и одновременно за папе на здоровье. И дальше можете кино снимать. Я, видишь, до бабочки себе положил. Вот. Правильно? Гаврик Петрович, спасибо огромное. И я буду счастлив через несколько месяцев вас поздравить с этой красивой датой. Спасибо. Люня. Проследи. Тебе спасибо огромное за то, что ты согласился нас принять. Это достаточно противно, я знаю. Я искуплю. Честное слово. Очень на это надеюсь. Обещаю. Торжественно. Ребят, нам было хорошо. Все, ребята, спасибо огромное. Я счастлив. Стану звонить по телефону тебе. Да? Да. А я буду принимать трубку и с удовольствием отвечать. Та-ра-па-па-па. Очень надеюсь, что я не сильно испортил вашу субботу. Не сильно. У нас и евреи. Не сильно. Это у нас и другая окраска. Испортить субботу. Ну да, да. Спасибо тебе большое. Спасибо огромное. Папа. Нам было безумно приятно. Спасибо огромное. Мы рады, что все пошло в аппетит. Увидимся. Ну, что вам сказать. Сидели хорошо. Долго. Многое в программу не вошло. Сегодняшнее уха. Ну, вы короли, ребята. Это круто. Понимаем. Ну, удовольствие похвастаться, да? Да, удовольствие. Ну, вот. Приехал я вот от Париж, короче. Приехал я вот от Париж. Один российский бизнесмен. Они все тогда были новые. Он выучил слово «шато» и считался очень продвинутым в знании французских вин, потому что полагал, что знает, какое вино заказывать. Твою мать, бля. Я говорю, а что? Говорит, ну, сука, ну, единственный мужик остался, бля, и тот, как разоделся, как петух. Ну, что ты на себя напялил? Говорит, так же нельзя. Огромный мужик из тумана. Плохо тебе, говорит. Плохо, говорит. На, купи коньяку, и дает мне червонец. Да не забудь, я академик сахара. На пыльных планетах, далеких планет, останутся наши следы.